То есть вы должны прошиться вместе с надкосницей, чтобы зафиксировать лоскут листинкостичный в новом положении, перемещенном. То есть там отрезать наоборот, на фиксацию. Да, да, да. Да, да, чтобы он никуда не перемещался при напряжении мимическом, да, при приеме пищи и так далее, при напряжении мимических мышц. Дальше. Все ваши швы, они сугубо эндоэпителиальны. Вы сшиваете просто эпители между собой, лоскут к неподвижным слизистой, к подвижному. Все, что на протяжении вас, самого слизистого, татичного лоскута здесь встречается с боковой поверхностью, вы сшиваете. Самое важное, вот этот шов должен быть фиксирован надкосницей. Вы ушили операционное поле, что вы делаете? Вы проверяете теперь подвижность вашего лоскута. Обычным простым методом, отводя максимально губу, слизистую, да, напрягая мышцу. Если вы видите, что есть хоть небольшое вообще какое-то движение слизистой, вы накладываете прижимающий крестообразный шов. Я его накладываю в 80% случаев, потому что я, ну вернемся в множественных лицессиях, я оперирую очень большие участки. И в таких случаях не всегда есть какая-то стопроцентная мобилизация, иногда ты просто ее можешь где-то не заметить. Это шов дает возможность стопроцентно устранить любое натяжение мимическими мышцами, собственно, слизистой, да, и свободной слизистой. И потом, опять же, если мы использовали аутотрансплантат или какой-то пластический материал, этот шов будет дополнительно прижимать его к поверхности корня или к поверхности имплантата. А покажи, где он пополняется. А, я сейчас нарисую заново, просто здесь, мне кажется, уже не видно будет ничего, если я буду рисовать вот на этом рисунке. Я обязательно уделю ему большое внимание. Вот зафиксированный нам уже наш с вами. Слизистый анестатичный лоскут. Ну, и теперь мы еще приняли решение в ходе операции, что нам нужно наложить крестообразный прижимающий шов. Он, этот вид шла нам потребуется во всех остальных мероприятиях тоже, потому что это шов, которым ушивают донорскую зону в области необы при заборе трансплантата. Значит, в данном случае он будет горизонтальный, естественно, да, потому что мы перпендикулярно слизистыми к отечному лоскуту работаем. Вы вкалываетесь коронально, выходите опекально. Вот, получается, первый вкол, второй. И пошли на другую сторону от рецессии. Также опять третий вкол корональный. Четвертый вкол, выкол опекальный. Все, что пунктир, это, значит, подслизистый прошло. Вот здесь у вас ниточка. Вы ее подводите к первому вколу и здесь завязываете бантики. Вот выполнен крестообразный прижимающий шов. Ничего сложного, особенно, когда вестибулярно в области верхней или нижней челюсти, там вообще секунда все занимает. Но он дает вам возможность спать спокойно, да, потому что, конечно, осложнение при таком вмешательстве. Первое, это расхождение шов, чрезмерное натяжение молоскута или работа неймических мышц, то есть когда мы недостаточно иммобилизовали. Как проверить мобильность слистово-костичного лодка? Вы должны его положить, слистово-костичного лодка, на рецессию и оставить в этом положении. Если он никуда не отскакивает, не сокращается, не перемещается, он мобилизован. Если он уходит сразу движением любым вверх, значит, вы недостаточно его мобилизовали. Значит, нужно либо углубить вертикальные разрезы, либо как-то выполнить еще какие-то манипуляции по мобилизации лоскута. В принципе, мы с вами разобрали кронельное смещение. Теперь вопросы, ну и при кронельном смещении осложнения классические, как при всех остальных каких-либо манипуляциях полости рта. Это расхождение шов, рецидив, обнажение пластического материала любого, гематомы, отеки. По ведению послеоперационных пациентов мы, наверное, просто обсудим все это в самом конце. Толщина нити рекомендуем. 6,0. Монофил? Что хотите. Ну, я мононитью работаю. Нет, мононитью. Пластикой только мононитью. Присаживаться трансплантально. С чем? Ну, чем-то рассасывающимся, естественно, резервирующая листулева. А какая? Чем вы работаете с ней нитью? Единственное, помните, там даже не столько важны, какая нить при трансплантате. Важно, чтобы она была резервирующейся. И важна форма углы. Режущая? Да. Трансплантат не рекомендуется шить обратно режущими. Да, потому что, уж очень, а бывают такие тонюсенькие, мы берем трансплантат, и на него просто только дышать можно, а не то, чтобы прокалывать обратно режущими. Потому что даже в шестерке монофиля, обратно режущей, все равно оно такое агрессивное, это ли, да, игла. Я, все-таки, предпочитаю вот для таких методик колющей. А фиксацию слизь на косичную лоску, то можно, пожалуйста, обратно режущими или колющими, какие вам больше нравится работать. Опять же, для передней, фронтальной участка зубов рекомендуем диаметр иглы это 3 восьмы. А для боковых зубов, конечно, для боковых круг зубов это половинки, потому что у вас не хватает просто вот этого полукруга радиуса иглы для того, чтобы прошиться насквозь, да. Когда мы, например, множественные ретейсы с вами будем делать, это шестые и седьмые зубы, там очень сложно, там доступ-то плохой, а еще нужно постоянно вкалывать-выкалывать, там, конечно, удобно проходить через межзубной контакт сразу одним движением. Потому что параметологическое вмешательство очень ценит время. Чем быстрее вы все сделали, тем лучше зажигать и тем меньше осложнение. Это не значит, что надо торопиться, но, конечно же, хотелось бы не хороводиться, в общем, с этим совсем. Быстро-быстро, четко, спланированная операция, замеры сделали, дизайн. Те врачи, которые вы будете делать после этого курса впервые, вообще, да, такие вмешательства, я вам советую рисовать на дизне. Химическим заработок. Возьмите что-нибудь у ортопедов, они рисуют на пациента. Но есть вообще, конечно, маркеры хирургические. Найдете, купите несколько штук, они одноразовые. Дюдный лазер. Значит, я вам рассказываю. Я, конечно, не рисую, но я точки в замдом просто отмечаю до крови, до крови, до кровиных точек, чтобы мне было понятно, какой у меня будет дизайн. Да. Ну, важная анестезия, поэтому... Примерим. Это измерение толщины кератонизированной или прикрепленной дизайн. Вы ничего не видите, я поняла по вашему мнению. Вы даже делаете просто файл. А это не просто, это во всем мире так делается. Берется файл со стоппером. У меня это связано с тем, что у меня идет клиническое исследование и научное исследование. Поэтому у меня уже такой старый-старый стоппер, но я не могу поменять ни файл, ни стоппер, потому что будет расхождение данных. Должен быть один измеряющий инструмент. Ну и дальше наш любимый протонтологический зонд. Измерение глубины рецессии. Видите, этим же зондом мы отмеряем от вершины сосочка в сторону основания. Формируем дизайн плоскута. В данном случае сосочки широкие и уплощенные. Дизайн был выбран трапециридный. Но это связано еще с тем, что мы сразу две рецессии оперируем. Все-таки это более надежно для ушивания. Это нанесение уже все депетализировано. Вот обращу я сейчас ваше внимание.